В эфире итоги недели программа актуальных и политических событий на канале Кнесет. С вами Ноа Лавей. Здравствуйте. На финишной прямой менее недели до выборов. Тихая кампания Лапида на фоне Блица интервью Нетаньяу. Чего ждать Беннету и Сару и на что рассчитывает Либерман. Итоги недели подведем с политической обозревательницей издания Маариф Анне Раевой. В партии НДИ считают, что высокая явка светского населения Израиля сможет привести к смене власти. На что надеются в партии, мы спросим депутата НДИ Алекса Кушнера. Новое послабление и песок в атмосфере победы над коронавирусом, продолжение выхода из карантина и заявление премьер-министра о том, что карантинов больше не будет. Что думают об этом в Минздраве, узнаем у профессора Якова Беркуна, специалиста в области педиатрии и иммунологии из медицинского центра Адаса. А также развратные действия вместо изнасилования. Вердикт суда в отношении жителя Кацрина, обвинявшегося в изнасиловании четырехлетней девочки, вызвал общественное негодование и требование ужесточить приговор. Обсудим подробности с адвокатом Алексом Шмерлингом. Все это в нашей программе прямо сейчас. Меньше недели остается до выборов КНЕСа 24-го созыва и борьба за голоса достигает своего пика. Принесет ли желанный эффект Лапиду его тихая предвыборная кампания? Рекордное число интервью Нитанияу прессе. Что будет с новой надеждой Гедеона Сара? И главный вопрос этих выборов – создать ли Беннет-коалицию с Нитанияу, отказавшись от амбиций сменить последнего в кресле премьер-министра? Все эти вопросы мы адресуем политической обозревательнице издания «Мариев» Анне Райфе. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, здравствуйте, НО. Ну что ж, насыщенное время, разные события происходят, много громких слов. Но поправьте меня, если я ошибаюсь, за все предвыборные кампании последних двух лет мы не видели столь рекордного числа интервью, данных премьер-министром Нитанияу различным СМИ. Это сработает? Честно говоря, я не подсчитывала, жалко, что я не знала заранее, что вы об этом спросите. Я бы сделала домашнее задание и сравнила. Но на самом деле, эта история с таким экспресс-блицем интервью, всем возможным средством массовой информации, эта история не новая. Нитанияу пользовался этим ходом, предвыборным ходом в предшествующих предвыборных кампаниях практически во всех, потому что он знает, что это часть обязательной программы. Как у фигуристов мы знаем в соревнованиях по фигурному каналу, есть обязательная часть, есть произвольная. Так вот, этот блиц-интервью, а часто, нередко и даже больше, чем по одному разу в одном и том же СМИ, это неотъемлемая часть обязательной программы. Так делает тот, кто хочет победить. Нитанияу, несомненно, хочет победить. И более того, мы, естественно, не пророки. Я полагаю, с учетом многочисленных провалов социологов, я подозреваю, что даже и они тоже не очень-то политические пророки в данном случае. Но, в принципе, по крайней мере, пока, если мы смотрим с вами на расклад по мандатам, на опрос общественного мнения, складывается впечатление, что у Нитанияу есть некоторые, мы будем осторожны, но некоторые, в принципе, обоснованные основания к некоторому оптимизму накануне выборов. Поскольку, хоть Ликуд сам, скажем так, стремительно не набирает мандаты, он стабилен где-то в районе 30, но, тем не менее, если посмотреть на динамику между блоками, то можно увидеть, что блок Нитанияу, блок Ликуда, плюс религиозные партии, плюс, если считать, Ямина, да, это у нас с вами отдельный такой подвопрос, да, и Ямина тоже, как никогда, близок к 61-му заветному мандату, то есть к созданию правительства, такого вида, какого он хочет. Почему же тогда его главный соперник, по крайней мере, так его называют Нитанияу, Яйр Лапид, избрал противоположную тактику и практически не давал никаких интервью? Ну, именно потому, что он хочет уйти от пеллинга, именно потому, что он не хочет выступать под логотипом, который ему на протяжении всей предвыборной кампании навязывает Нитанияу, как главный соперник, если вы посмотрели на эту динамику, это вообще было довольно забавно, поскольку было два других человека, два других лидера, двух других партий, Нафтали Беннет и Ви Дунсар, которые именно так себя позиционировали, каждый из них представляется именно как кандидат на пост премьер-министра, то есть как прямой конкурент Беннемену Нитанияу. Однако Нитанияу тщательно избегал любых апелляций к Беннету и к Лапиду и такой роли, да, то есть он не хотел играть по их правилам, он понимал прекрасно, что в тот момент, когда он обращается и атакует кого бы то ни было из них, да, из них двоих, то ли Беннет, то ли Сара, то ли обоих из них, в качестве своих кандидатов он, в принципе, только подыгрывает им, да, то есть он поднимает их. Вместо этого он выбрал своим противником, сам назначил, да, Гейри Лапиду, причем, если вы заметили, еще в тот момент, когда Лапид не был самой большой партией по численности, да, Но выходит, что Лапиду, в общем, ему и подыграл, сыграл ему в ворота, спрятавшись за своей предвыборной кампанией, где он... Конечно нет. Нет. Конечно нет. Лапид как раз делал верную вещь, если вы посмотрите по предвыборной динамике, по опросам, это очень на них отразилось, да, Лапид растет, стабильно растет, он все сделал правильно, он и его советники, да, которые ведут его предвыборную кампанию, предвыборную линию, он уходил от перинга. Нетаньяо пытался все время вызвать его на поединок, Лапид уходил, это одна из причин, потому что он не хотел играть по правилам, которые навязывает ему Нетаньяо, он хотел быть автономен, да, в автономном плавании играть в свою игру. Кроме того, Лапид наблюдал за интервью, которое давали Лидон Сар и Нафтали Беннет в средствах массовой информации, как им приходилось крутиться и выкручиваться, и неизбежно отвечать на один и тот же неудобный вопрос, как же вы, господин Беннет, или как же вы, господин Сар, собираетесь стать премьер-министром, будучи главой партии, которая набирает 12, 13, 14 мандатов, да, нужно подставить, когда, хоть закон этого и не воспрещает, но, по сути, такая коалиция просто не сможет функционировать, всем понятно почему, да, просто у вас не будет большинства в собственном правительстве. Я, Лапид, прекрасно понимал, что это неудобный, невыигрышный вопрос, он не хотел оказаться в роли такого виляющего и петляющего интервьюируемого, именно по этой причине в том числе. Таким образом, Ярлапид выпил мандаты Гидеона Сара, мы видим его постоянное падение, продолжающееся падение в вопросах. Я не уверена, что он выпил сознательно, да, вот это вот расхожее такое выражение, да, питье, так сказать, через тропочку мандатов, применяют, когда говорят о тактике последних дней перед выборами Нитаньяо в отношении Нафталия Беннета в разных интерпретациях той партии, в голове которой Беннет стоит, мы это наблюдали с вами. Несколько последних предвыборных кампаний, на самом деле, гораздо больше, чем последние даже полтора-два года, да. Это, в общем, традиционная история, потому что там общий электорат, и Нитаньяо делает это сознательно, и мы, кстати говоря, видимо, сейчас он тоже это делает. Что такое пить мандаты? Это не пассивно наблюдать, как твой противник ошибается, и его голоса уходят к тебе. Это очень активное действие, да. Это интервью в тех средствах массовой информации, которым апеллирует твой противник, которого ты желаешь выпить. Это проведение предвыборных конференций в тех местах, где находится электорат твоего противника, которого ты желаешь понизить в количестве мандатов. Это, по сути, игра его средствами, его ракеткой, скажем так, да, или его мечом на его половине поля, или как любой другой образ, который вам придет в голову. На самом деле Лапид Мейджи это делал. У Гедона Сара просто, если вы спрашиваете о нем, почему у него такая динамика, скажем так, негативная, у Гедона Сара изначально сложилась такая патовая ситуация. То есть он сделал резкий ход, я бы даже сказала, не конем, это больше похоже на игру в шашки. Когда он взлетел, он поставил себя во главе партии, которую провозгласил таким ликудом, только правильным ликудом, без Нетаньяо и без того стиля. Ликудом хороших парней, да. Например, да, можно так это назвать. Но при этом он апеллирует к электорату, который не хочет видеть Нетаньяо больше во главе правительства и во главе государства, и вообще не хочет видеть его в правительстве, желательно. А это значит, над этим Нетаньяо поработал все последние годы, что автоматически Сар обнаружил себя, хотя он этого совсем не хотел, не с таким альтернативным лидером правых и правоцентристов, а одним из лидеров противоположного лагеря, который Нетаньяо позиционирует как лагерь левых и левоцентристов. Таким образом, получился парадокс. Человек правого взгляда, Гедон Сар, с довольно правоориентированными членами его предвыборного списка, с такой правоориентированной, хоть и либеральной, это не смотрит, что не Бенгвер, тем не менее, это вполне такой мочественный ликудник, скажем так, Гедон Сар, классический. И такая же повестка дня у его партий оказался вдруг играющим на поле не своего электората. Это такая искусственная ситуация, которая, в общем, могла взорваться, это было понятно изначально, и так оно и произошло. Поэтому не обязательно, что мандаты Гедону Сара отправляются к Лапиду, хотя и к нему тоже. Там идет такая ротация мандатов, голосов в этом поле. Но факт остается фактом. Каждый из конкурентов, скажем так, Лиды Натаньялов в борьбе за пост премьер-министра встает перед неизбежным вопросом, как вы собираетесь сформировать коалицию, если вы стоите во главе, в общем, партии, которая по своей величине совершенно несравнима с Липом. Ну и буквально коротко совсем, Нафтали Беннет, который должен решить исход этих выборов и коалиции, возможной или невозможной, и Авикдор Либерман, положение которого по опросам весьма стабильное. У них совершенно разная история. Авикдор Либерман поставил очень жесткие условия, он сам себя в общем эти условия поставил, в очень жесткие рамки. Он не хочет не иметь ничего общего в политическом смысле. С Ликудом все то время, что в главе него стоит Беннетаньяо, то есть он говорит, Ликуд да, но Нитаньяо нет. Но, как вы понимаете, в нынешней консталляции только Ликуд вместо Нитаньяо. Такая пакетная сделка. Тем более никаких ультра-радоксальных партий, тем более никаких религиозных партий, смотрящих Бенгвера. То есть, в общем, те партии, с которыми НДИ готова сидеть в одной коалиции меддела, их список в общем довольно ограничен. В отличие от него Беннет, и, кстати, не только в отличие от Либермана, и в отличие от Гидону Сара, который тоже изначально заявил, что не будет сидеть в правительстве с Нитаньяо и под руководством Нитаньяо, Нафтали Беннет оставил все опции открытыми и возможными для себя. С одной стороны, он заявляет, что он пришел для того, чтобы сменить Нитаньяо на посту премьер-министра, при этом он ни разу не сказал, что он бойкотирует Нитаньяо, он ни разу не отказался публично и сделал заявление. Он даже сказал обратное, что он не бойкотирует никого. Совершенно верно. Это открывает... Совсем коротко, из-за того, что у вас не остается времени, прогноз. Сядет ли Нафтали Беннет в калицу с Нитаньяо? Вы знаете, очень трудно прогнозироваться до выборов. Я вам скажу такую вещь. Я уверена, что настоящая предвыборная кампания начнется 24 марта, когда закончится официальная предвыборная кампания, начнется самый увлекательный процесс, коалиционные переговоры. Вот тогда мы с вами, я думаю, получим ответы на все наши вопросы, которые у нас накопили. Ну что ж, будет о чем поговорить за пасхальным столом. Поздравим вас с праздником Песах, с днем выборов. Это тоже праздник, праздник волеизъявления. И пожелаем нам, чтобы действительно эти выборы принесли хоть какой-то результат. У нас было правительство. Анна Раева, спасибо большое. Спасибо вам. В последние дни перед выборами лидер партии НДИ Авикдор Либерман активно призывал светских граждан голосовать, чтобы сменить правительство Гафни, Лицмана и Дерри. Это цитата из интервью Либерман на сайту Вести. Партия даже обратилась в Багаз, чтобы добиться разрешения на дополнительные рейсы из Москвы для израильтян, желающих проголосовать. Но речь идет не о тысячах, а сотне граждан. С нами на связи Алекс Кушнер, депутат партии НДИ. Здравствуйте. Здравствуйте. О каком количестве граждан, желающих проголосовать, мы говорим? Вы действительно ввели большую, серьезную войну, чтобы израильтяне смогли вернуться в Израиль после карантина. Тем не менее, о какой базе мы говорим избирателям? На самом деле, настоящие цифры, скорее всего, скрываются, потому что государство, правительство взяло несколько дней для того, чтобы подготовить ответ для Верховного Суда, сколько человек находится за границей. И я не уверен, что цифры правильные. Только судя по обращениям, которые получаем мы, я имею в виду, и партия Наш Дом Израиль, в общем, и я в частности, речь идет о, точно нескольких тысячах человек. Естественно, правительство пытается преуменьшить эти цифры, но если вы просто зайдете в интернет, на Фейсбуке, посмотрите посты людей, вы увидите, что речь идет о достаточно многих тысячах человек. Что влияет на светское население, вынуждая его остаться дома, не ходить к избирательным органам? Ну, вы знаете, я думаю, что основная задача как раз сейчас не думать, что влияет на то, чтобы они остались дома, а что влияет на то, чтобы они вышли проголосовать. На последних выборах более миллиона светских граждан из Израиля остались дома. Среди русскоязычных израильтян только 60% вышли на избирательные участки, то есть 40% остались дома. И когда сегодня мы пытаемся, ну, во всяком случае, пресса пытается думать о том, как же будет сформирована следующая коалиция, я думаю, что если хотя бы треть светского населения Израиля, дополнительная треть, выйдет проголосовать это дополнительные 10 мандатов. И тогда, конечно, политическая карта Израиля изменится очень серьезно, и можно будет создать то самое правительство сионистское, либеральное, без Дерри, Литвана и Гасни, конечно же, без Ментония. Если мы уже упомянули Дерри, Ария Дерри на этой неделе утверждал, и, в общем, в принципе, говорил это и прежде, что вы заключили договоренность с Яером Лапидом, существует какая-то такая договоренность, согласно которой вы будете действовать вместе и никогда не будете сотрудничать с ультраортосоксальными партиями. Насколько он прав? Ну, во-первых, мы не будем сотрудничать с ультраортосоксальными партиями, в этом он прав, я имею в виду партию «Наш дом» К сожалению, с Яшатит ситуация обстоит по-другому. Буквально месяц назад Яер Лапид дал интервью ультрарелигиозному сайту Кикара Шаббат, причем телевизионное интервью, где он заявил, что у него нет проблем сотрудничать с ультрарелигиозными партиями. И на самом деле, если мы говорим уже о сотрудничестве... Ну, у вас существует какая-то договоренность с Яшатит? Так вот, единственная договоренность, которую мы видели, это договоренность, которая была подписана между Шах и Адустом Татура и Нетаньяу. Это была очередная клятва в верности. В нашем случае нет никакой договоренности. Партия «Наш дом» Израиль – это единственная партия, которая действительно четко декларирует светскую повестку дня. К сожалению, Яера Лапида желание стать премьер-министром превратилось в обсессию, и он готов сидеть с кем угодно, лишь бы добиться этой своей цели. Наши цели чуть-чуть другие. Наши цели связаны с будущим нашего государства. Мы хотим его видеть демократическим, свободным, а не креликальным. Насколько мандатов вы рассчитываете на этих выборах? Мы рассчитываем на максимальное количество мандатов, конечно же. Я думаю, что трудно сейчас об этом говорить. Понятно, что то, что мы видим в вопросах, это не то, что будет на самом деле. Я очень надеюсь, что партия «Наш дом» Израиль будет сюрпризом на этих выборах для всех. Я очень надеюсь на двузначный цифр. Это надежда или план? Не, ну и понятно, что надежды не могут быть без каких-то планов. Понятно, что мы для этого очень тяжело работаем все и пытаемся в первую очередь действительно убедить людей выйти и проголосовать, потому что понятно, что количество советских израильтян, которые поддерживают партию «Наш дом» Израиль, гораздо, то есть имеет очень много, может выражаться во многих мандатах. Но основной вызов заключается в том, что люди предпочитают оставаться дома и сейчас вот в эти последние дни наша задача как раз заключается в том, чтобы увидеть людей 23 марта выйти и проголосовать. Нетаньяу упоминал всех своих политических соперников в этой предвыборной кампании, кроме вас. Он не считает вас больше соперниками? Ну, я думаю, что Нетаньяу, как вам это сказать, чтобы не очень его обидеть. Нетаньяу, мне кажется, чуть-чуть потерял связь с реальностью. И все, что его интересует, это политическая кампания, которая направлена только на его политическое выживание. А упоминает нас он или не упоминает это абсолютно не имеет никакого значения. Основное значение имеет то, что пришло время сменить это правительство, пришло время создать правительство без дарелитмонной газ и без дарелитмонной газ Алекс Кушнер, партия НДИ. Спасибо большое. Удачи на выборах. Спасибо. Спасибо большое. Ближайшие выборы пройдут в атмосфере победы над коронавирусом. Открыты рестораны, торговые центры, бассейны, можно даже сходить на концерт. При этом сохраняется квота на въезд в Израиль, но в целом впервые за прошедший год израильтяне ощущают свет в конце туннеля. На этой неделе премьер-министр Нитанияу даже заявил, что карантинов больше не планируется, но разделяют ли его оптимизм специалисты из Минздрава? С нами на связи профессор Яков Беркун, специалист в области педиатрии и иммунологии из медицинского центра Адаса. Здравствуйте. Здравствуйте. Профессор Беркун, вы видите открытые рестораны, очереди в магазины. Какие чувства у вас это вызывает? Ну, большую радость, что мы после такой тяжелой пандемии и такого большого количества больных и, к сожалению, умерших людей, что была проведена такая потрясающая кампания вакцинации. Только радость или же все-таки еще опасения? Не слишком ли быстро мы возвращаемся к обычной жизни? Во-первых, радости, безусловно. А по поводу слишком быстро, я думаю, в данном случае наученные двумя предыдущими волнами, когда все открывалось очень быстро, сейчас делается постепенно. Постепенно есть программа и каждые две-три недели у нас какое-то следующее ослабление. На следующей неделе можно будет уже проводить мероприятие с тремя тысячами участников внутри залов, когда мы слышим, что далеко не везде проверяют действительно наличие зеленого стандарта и соблюдают зеленый стандарт и проверяют действительно справки о вакцинации. Насколько безопасно подобное открытие? Открытие безопасно, если будут все делать так, как было решено и принимать все меры. То есть, конечно, когда люди небезопасно ехать на машине, когда люди не соблюдают правила уличного движения. То же самое с этим. Есть решение и если это по зеленому светофору, это не будет соблюдаться. Конечно, мы вернемся назад и вполне возможно, что будет еще один локдаун, еще один карантин. Но если все будет идти по программе, а в общем решения были приняты и правильные, открывается все постепенно, то я надеюсь, что в Пейсах мы сможем встретиться за столами вместе со всей семьей. Но необходимо принимать все меры и я призываю людей, тех, которые еще не привились, привиться. Профессор Беркун, когда мы сможем распрощаться с масками, особенно учитывая заявления многих специалистов, в том числе координатора Нахмана Аша, о том, что они не слишком эффективны на открытом воздухе? Возможно. Но опять же, как вы сказали раньше, это проблема с выполнением. То есть, если люди, которые уже получили прививку, будут ходить без масок, то мы же знаем свой народ, то все будут ходить без масок. Поэтому, я думаю, это такое решение и рекомендации скорее психологические, но я думаю, это очень важно. Я полностью согласен с координатором, действительно, на открытом воздухе и маске, но это, я считаю, что-то декларативное и напоминающее людям о том, что вирус еще здесь, и я думаю, вирус еще будет здесь, пока около 80% населения не будет вакцинировано, и мы будем должны соблюдать меры предосторожности. То есть, это может произойти только после того, как будет дано разрешение на вакцинацию детей? Но это мое личное мнение, безусловно, это мое личное мнение в стране, где так много молодых и детей, как где-то 30% населения это дети, пока мы не начнем прививать детей, то этого не произойдет, но уже заканчиваются исследования и фирмы Pfizer, и фирмы Moderna, чуть позже будет, я думаю, через месяц-два уже будут результаты, предварительные результаты о вакцинации детей с возраста с 12 до 16 лет, и уже начали. Многие израильтяне волнуются из-за того, что у них в их справках срок действия прививки истекает через полгода, это будут делаться какие-то анализы для того, чтобы проверить антитела, или же будет делаться еще одна прививка, повторная? Как все с этим вирусом, тяжело предсказывать. Я не думаю, это, я думаю, просто решили от шести месяцев, но уже есть исследования, которые показали, что и через восемь, и через девять месяцев после вакцинации наш иммунитет еще эффективен против этого вируса, и со временем, когда пройдет еще несколько месяцев, то можно будет решить, достаточно ли иммунитет работает, или еще. Кроме того, это все зависит, конечно, от того, насколько много будет новых вариантов, вполне возможно, что когда-нибудь появится какой-то мутант, который вакцинацию не предотвратит. Но на сегодняшний день я, и в этом я тоже оптимистично настроен, и я думаю, что еще, что вакцинация эффективна больше, чем на шесть месяцев, я считаю, что минимум год, и поэтому через несколько месяцев будет принято на основании опыта, который у нас будет уже, я думаю, что будет принято решение о продолжении этого срока, и что шесть месяцев это еще не, это что-то такое, Профессор Берконовна, это оптимистичная нотя, мы завершим наш разговор, спасибо большое за нотку оптимизма. Всем здоровья! Всего наилучшего! До свидания! Приговор Аврааму Лэшему из Катрина, обвиняемому в изнасиловании четырехлетней девочки, вызвал волну общественного негодования, так как в вердикте слово изнасилование вообще не фигурирует. Вместо него 25-летний Лэшем обвиняется в разратных действиях и недостойном поведении. Срок наказания за это преступление против ребенка по решению суда составляет три с половиной года тюрьмы. С нами на связи адвокат Алекс Шмерлинг. Здравствуйте! Добрый день! Чем вы объясняете подобное решение суда? Мы видим и другое решение, которое тоже принималось буквально в последние дни в отношении изнасилования или подозрения на изнасилование в коронавирусной гостинице в Яфо. Там суд также посчитал, что речь не идет об изнасиловании. Так трудно доказать, что речь действительно идет о подобном преступлении? Дело в... Прежде всего, дело в правовой квалификации. Разница между изнасилованием и развратными действиями, она, во всяком случае, в израильском законодательстве, эта грань очень зыбкая. Я, не вдаваясь в анатомические подробности, хочу сказать, что развратные действия могут быть определены и дефиницированы как изнасилование при соблюдении целого ряда условий. И не будем забывать, поскольку речь идет в данном конкретном деле, прежде всего, мы с вами для начала очень мало знаем, поскольку решение суда закрыто для печати, и все основания, и, скажем так, обоснования, которые суд положил в основу своего вердикта, они пока что нам неизвестны и вряд ли будут известны когда-нибудь. В прессе приводятся цитаты, показания, в том числе, и, в том числе, участников судебного процесса? В этом судебном процессе вообще вердикт, который был вынесен судом, на самом деле, имело место только самое главное доказательство, на основании которого суд мог в данном конкретном случае выносить решение, связывая, это прежде всего, показания ребенка в возрасте 4,5 лет, которые были у него приняты, сняты с него специальным социальным работником, то, что называется, Хукер Еладим, и в суде всего лишь все, что было перед судом, это видеозапись вот этих самых показаний этого ребенка. Вопрос, насколько действительно в таких случаях, ведь мы видим, что тема насилия, сексуального насилия буквально нисходит с заголовков прессы в последнее время, невозможно и не вспомнить расследование по делу главы организации ЗАКа и УДМШ и ЗААВа, она читая после целого ряда публикаций, тоже речь идет и о насилии, и о развратных действиях, приписываемых ЗААВу. В чем сложность доказательства в таком случае? То есть мы видим демонстрации граждан, которые утверждают, что глядя на такое поведение, на такие решения суда, насильники чувствуют себя, настоящие насильники, чувствуют, что их руки просто развязаны. Может быть, нужно что-то каким-то образом проправить в законодательстве? Давайте начнем с того, что мы с вами все-таки не видели решение суда. Предположить, что, скажем так, приговор в 3,5 года вместо 20 лет лишения свободы и вообще, скажем так, ужесточение наказания в отношении насильников каким-то образом поможет бороться с сексуальными преступлениями. Много лет мы боролись с явлением о том, что жертвы боялись жаловаться и боялись, им было стыдно жаловаться. Например, в полицию сейчас мы видим, что все-таки это происходит больше и больше. Однако такое наказание, такое, можно сказать, символическое наказание в этом случае не является ли это в результате, не нанесет ли это вред тому самому началу открытия вот этой откровенности, которую проявляют сейчас жертвы, и не нанесет ли в результате это вред им самим? Вовсе нет. Я вовсе не считаю, что 3,5 года лишения свободы это вовсе не мягкое наказание. Вопрос совершенно иначе ставится. В данном конкретном случае, даже не видя решения суда, мы с вами можем догадаться, что суд пришел к выводу о том, что акт изнасилования в том виде, скажем так, состав преступления, как этот состав преступления определен в законе, в данном конкретном случае не был доказан надлежащим образом. Всего лишь навсего. Мы с вами не видели этих доказательств, мы не знаем, на чем основывался суд и что именно вызвало в суде то самое сомнение, которое в конечном итоге привело к оправдательному в отношении этого конкретного деяния, приговору, вердикту. Адвокат Алекс Шмерлин, спасибо большое. Всего наилучшего. На этом наша программа подошла к концу. В день выборов 23 марта, начиная с 9 вечера, на канале Кнесет, специальный эфир совместно с радиостанцией Галей Цааль, ведущий Яков Вейлон, а также Мазель Муалем, Яков Бардуга, Хани Зубейда и журналисты Галей Цааль и канала Кнесет будут информировать вас о всех подробностях. Последние новости из Центра избиркома, штабов партии, мнения политических обозревателей, результаты опросов и все это в режиме реального времени. На канале Кнесет, а также в сетях Твиттер, Фейсбук и Телеграм. Мы с вами встретимся на канале Кнесет ровно через неделю. Всего наилучшего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова